Всем привет, с вами Джамп и Макс, и в этом видео я вам расскажу, стоит ли брать Xbox One Fat в 2019 году. Все мы знаем, что консоль Xbox One вышла довольно давно и имеет еще две свои версии, слабую и самую мощную. Скорее всего, многие еще думают, какую версию все же купить. С S-версией и с X-версией более-менее все понятно. Но что делать, если в наличии и FAT-версии? Да, такое маловероятно, но все же возможно. Несмотря на то, что есть и другие версии Xbox, у самой первой ревизии есть даже и плюс, из-за которого можно было рассмотреть именно ее. Но давайте по порядку. Xbox One Fat это самая первая консоль Xbox One. В комплекте по-любому имеется геймпад первой ревизии, гарнитура и, возможно, кинек. Первая версия геймпада это самая первая версия, которая не имеет никаких улучшений по сравнению со следующими. Нет ребристых рукояток и нет разъема для гарнитуры. К нему надо будет покупать специальный адаптер, чтобы подключить любые наушники. Плюс у этого геймпада очень громкие по нажатию кнопки RB и LB. Давайте теперь о самой консоли. Она все еще актуальна на сегодняшний день, так как она тянет все новые игры. А что ей не тянуть, если она идентична по мощности S-версии? Многие скажут, что S-версия все-таки мощнее. Но тут я вам скажу, что этот скромный процент никак не сказывается на играх. Да, возможно, что на детальных сравнениях через счетчик FPS на S-версии будет показатель лучше. Но разница будет невероятно маленькой и без всяких тестов вы нихрена и никогда не заметите разницы. Это вот прям железный факт. Сам имеет две версии консоли и по производительности они ничем не отключаются. Единственное, S-версия имеет функцию HDR, просмотра фильмов в 4К и может просто растягивать изображение до 4К. Но если у вас простой телек с разрешением в 1080p, то вам должно быть пофиг на эти функции. Также очень важной особенностью первой ревизии консоли является ее размер. Да, именно за это многие засрали Xbox One. Да, консоль действительно большая и увесистая. К тому же имеет большой блок питания. Он также весьма габаритный. Но это никак не мешает играть вам в игры, если у вас будет подходящая полочка, как у меня. О гарнитуре. Честно сказать, самая первая гарнитура, которая на одно ухо, самая моя любимая гарнитура. Так как она дешевая и имеет хорошее качество звука. Плюс очень удобное вношение. Я не особо люблю, когда чат и звук игры передается через наушники. Мне лучше это воспринимать по отдельности. Также возможно, что в коробке Xbox One Fat в комплекте есть Kinect. Да, к сожалению, он умер, так как такой аксессуар больше не выпускает из-за того, что не делает на него больше игр. Но мало ли кто-то захочет играть в Just Dance. С этим он прекрасно справится. Поэтому Kinect будет только плюсом. И тут есть маленькое преимущество у данной версии консоли. Она имеет встроенный разъем для подключения Kinect. В остальных версиях его тупо нет. Для новых версий нужно будет покупать специальный переходник, который тоже сейчас почти нигде не найдешь. В целом, консоль все еще на плаву и тянет новые игры, что самое главное. Да, тянет она их не в лучшем разрешении, но тянет. Я до сих пор играю на первой версии, играю на ней чаще даже чем на S, так как FAT у меня стоит просто ближе к интернету. Поэтому, если вы хотите Kinect, вам пофиг на разрешение картинки, у вас есть подходящее свободное место для этого здравяка. И что самое главное, вы нашли, где купить эту версию тысяч, так за 10 или меньше, то можете смело брать. Единственное, скоро выйдет более новая версия Xbox One, без привода, но о ней мы поговорим в одном из следующих видео. А на этом у меня все. Если понравилось видео, то ставь палец вверх, подписывайся на канал. И большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!